Привет, вы на канале Ютубер и меня зовут Серж. Этот выпуск мы собирались полностью посвятить победе Влада Бумаги над Ивангаем, но произошедшее накануне изменило все планы. Инстаблогер с миллионной аудиторией из-за неосторожности за одну ночь потеряла мужа и нескольких друзей. История дикая, но знать ее стоит хотя бы для того, чтобы не повторять подобных ошибок. Долгих предисловий сегодня не будет, сразу переходим к новости. Популярный инстаблогер и аптечный ревизор Ро Екатерина Диденко в последние дни стала едва ли не главной героиней всех новостных хроник. В минувшую пятницу девушке исполнилось 29, вот только празднование дня рождения обернулось для нее трагедией. По признанию блогерши, она не часто отмечает свое взросление, но в этом году решила сделать исключение. Вместе с друзьями девушка отдыхала в одной из московских бань. Компания веселилась и выпивала, а потом муж Екатерины решил устроить ей эффектный сюрприз, наполнив целый бассейн паром. Для этой затеи мужчина купил 25 килограммов сухого льда. К сожалению, эти слова оказались пророческими. СМИ сообщают, что после контакта с сухим льдом двое друзей блогерши погибли на месте, а еще пятеро пострадали. Нет, я жива, я нахожусь под дверями реанимации. Кто умер, я не знаю. Валя в реанимации находится, я не знаю, в каком состоянии ничего, я не знаю. Позднее стало известно, что муж Екатерины, попавший в реанимацию, тоже не выжил. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более людям, а блогерша все еще пытается осознать случившееся. Я думала, что это не правда. Я думала, что это сон. Как это все тебе рассказывать детям? Да, у пары двое детей. Для того, чтобы понять, как сюрприз на день рождения мог обернуться трагедией, стоит разобраться, что же на самом деле случилось в московской бане. Но проблема в том, что у СМИ пока нет единой версии причины смерти гостей вечеринки. Сначала журналисты опубликовали информацию о том, что они могли задохнуться. Ведь сухой лед это твердая форма СО2, углекислого газа. При контакте с водой он начинает таять и переходить обратно в газообразное состояние. Экспериментировать с сухим льдом советуют только в хорошо проветриваемых помещениях, чтобы избежать негативных последствий для организма. Дело в том, что углекислый газ в полтора раза тяжелее воздуха, поэтому он почти сразу опускается вниз, не оставляя на полу или в данном случае над поверхностью бассейна кислорода. Само помещение, в котором находилась компания, судя по всему, плохо проветривалось. Смотрите сами, на видео ни одного окна. Так что практически весь углекислый газ оставался в комнате, и его концентрации могло быть вполне достаточно для того, чтобы потерять сознание, особенно в воде, над которой стоял пар. Просто напомню, в бассейн бросили 25 килограммов сухого льда. К слову, один из производителей, давший комментарий Лентиру, отметил, что для создания красивого тумана друзьям хватило бы и одного килограмма. Тогда последствия не были бы такими ужасными. Но вернемся к версии об удушье. Ее частично подтверждает и интервью с очевидцем. В коридоре лежат, короче, люди. Много сверху бегают, баллончики вдыхают. Сильно пахло, по-моему, какой-то гарри или газом, или чем-то, не знаю. Каким газом там могло пахнуть, не очень понятно. А вот симптомы удушения описаны очень похоже. Однако инструкция к сухому льду, которую мы смогли найти в одном из многочисленных видео с экспериментами, говорит о том, что достигнуть критической концентрации углекислого газа в воздухе при работе с твердой формой крайне сложно. Так что задохнуться люди вряд ли успели бы. И это подводит нас ко второй версии. Источники также пишут, что люди сначала надышались углекислого газа, который выделяется при контакте сухого льда с водой, а уже потом потеряли сознание и захлебнулись в бассейне. Все аргументы в пользу удушья мы уже приводили ранее. Но если в первом варианте у гостей еще были шансы спастись, то вода свела их на нет. После потери сознания друзья Екатерины начали тонуть. И очевидно, что их не сразу смогли вытащить из бассейна. Причина в густом тумане, который стоял над водой. Он затруднял видимость и мешал дышать. Так что все, кто потерял сознание в бассейне, могли утонуть, так и не дождавшись спасения. У врачей есть и третья версия. Если у погибших обнаружат отек легких, значит углекислый газ мог вступить в реакцию с веществом, которым обеззараживали воду в бассейне. Например, хлоркой. При их взаимодействии могла начаться химическая реакция с образованием токсичного соединения, которое отравило людей. Ну и наконец остается еще один вариант. Химические ожоги. Эта версия, на удивление, часто встречалась в различных источниках. Журналисты канала 360 даже подтвердили ее у химиков. Сухой лед это щелочная субстанция, из которой в принципе, если на нее попала вода, получается кислота. Вот и получили в бассейне концентрацию соляной кислоты. Рассказал Игорь Кукушкин из Российского союза химиков. Получается, что гости вечеринки просто прыгнули в бассейн с кислотой? Если честно, даже слова химика в этой ситуации мне доверия не внушают. Ведь в таком случае производитель должен был оставить предупреждение в инструкции, а его не было. Однако сухой лед действительно может оставлять ожоги при контакте с кожей, если вы возьмете сухие частицы голыми руками. Вот только все гости вечеринки были в защитных костюмах, плюс обувь. И, как известно, сухой лед тяжелее обыкновенного льда и тонет в воде, поэтому он просто осел на дно. Так что пока этот вариант выглядит несостоятельным. Подробностей трагедии в интернете все еще мало, ведь самой Екатерине Диденко запретили разглашать любую информацию о деле. Я написала записку о неразглашении информации, я больше ничего не могу сказать. Так что все версии пока что строятся на догадках. Пишите в комментариях, которые из них вам кажутся наиболее правдоподобной. Точную причину, я думаю, совсем скоро объявит Следственный комитет. А пока что хочется надеяться, что эта история показала всем, насколько опасным может быть незнание. Ведь если бы хоть кто-то из гостей праздника чуть лучше разбирался в химии, трагедии, удалось бы избежать. На сегодня это все. С вами был Серж и проект Ютубер. Берегите себя. Продолжение следует...